Начали приходить письма с отзывами о моем посте про страх и ненависть. Читаю с огромным интересом. Большое спасибо всем, кто обратил внимание на эту дискуссию. Повторюсь, она не теоретическая, не историческая, не политологическая. Это самая актуальная дискуссия о том, как победить путинский режим. Ведь этот режим – это не только Путин персонально, но и часть элиты, в широком смысле, которая считает текущий способ управления нашей страной подходящим. Есть, конечно, перегибы, но в целом приемлемо, иначе нельзя, такой народ. А у нас, оппозиции, другая точка зрения. Эээ, какая, уточняют у нас избиратели. А мы, выясняется, до сих пор не определились с вопросом, нужно ли обсуждать подделку выборов и коррупцию. Победа над путинским режимом в конечном итоге означает победу над его сторонниками на выборах. А у нас на знаменах Чубайс, Собчак, Ельцинская конституция и союз ЧВК Лагнера имени Ходорковского. Класс. Гарантированные полтора процента на несвободных выборах и 0,5 процента на свободных. Во всем этом я постараюсь подробно написать свои реакции на реакции, когда все прочитаю и обдумаю. А пока очень два важных замечания по ходу дискуссии. Первое. Эту часть я переписывал три раза, каждый раз снижая уровень оскорблений и персональных нападок, пока не дошел до доброжелательного и конструктивного тона, кажется. Я веду блог лет 20 и написал тысячи постов. Я сижу уже два с половиной года и тоже сумел что-то написать. Но вот во второй раз в своей жизни, первый после поста, мне стыдно за Михаила Ходорковского, я сталкиваюсь с реакцией в виде откровенной наглой лжи о том, что тексты якобы пишу не я. Лучше то варьируется от прямой, это пишет не Навальный, да еще более тошнотворного виляния и намеков в стиле «многие говорят, что писал не он, он на провержение нету, поэтому наверное он, но вообще кто его знает». Обратите внимание, что это не просто вранье в соцсетях, а кто-то даже оплатил и разместил эту заказную статью. Тут надо понять, что во лжи обвиняют меня. Я ж выходит вам вру, кто-то пишет за меня, а я присваиваю себе его тексты. И не технические какие-то, а программные. Не надо придуриваться и предполагать, что я могу этого не знать. Уровень моей изоляции весьма высок, но я, как и любой зэк, имею право на переписку и на любое свое высказывание. Я уже высказывался о сомнениях в авторстве и повторяю последний раз доброжелательно и конструктивно, но твердо. Часть из тех, кто повторяет эту ложь, просто глупенькие. Им простим. Часть лицемеры. Знают, что врут, но придуриваются. Это тоже ладно. Но организаторы и постоянные настойчивые промоутеры этой идеи не только отвратительные негодяи и бессовестные люди, но и публичные доносчики. Стукачи. Объясню. Мне за что 19 лет только что дали? За слова. В буквальном смысле. За посты, видеоролики, которые путинский суд признал экстремистскими. Значительная часть из них размещена после того, как я сел. А в идущем сейчас следствии по делу терроризма и суть обвинения та же, публикации в интернете. Но все они размещены уже после моей посадки. Вы не представляете, до какой степени совпадают интересы и аргументация тех лжецов и жуликов, что обсуждают мое авторство в соцсетях и путинских следователей. А это вы пишете? Подтвердите авторство. А как вы это пишете? Нет, ну давайте обсудим. Как вот технически это делается? Телефон у вас есть или передаете через кого-то? Через адвокатов или через письма? Нам все-все надо узнать. Объяснитесь перед нами. Потому то, что делают эти мерзавцы, и есть публичный донос. Они отлично все знают, все понимают, но продолжают свое. А чем ты докажешь, что это ты? А ну-ка раскрой нам все детали. А то мы так и будем продолжать каждый раз наш блядский цирк с тем, что пишешь не ты. А вы их, товарищ Бастрыкин и товарищ Борников, проверьте. Вы все проверьте и обратите внимание, как это он сидит и продолжает нехорошие вещи про товарища Путина писать. Мы сейчас вынудим его рассказать, а вы уж примите меры. Всю цепочку накройте. Безобразие это прекращайте. Это все именно так и есть. Не выглядит публичным доносом, а с учетом настойчивости им и является. И мне самому положим нечего терять, но ведь я-то не один, поэтому у меня такое предложение ко всем нормальным людям. А. Если видите какие-то очередные рассуждения об авторстве текстов политзека, кроме очевидных взломов в соцсетях, но это сразу будет ясно. Тем более с «а докажи нам, что это ты» и обсуждение механизма, знайте. Перед вами лжец, негодяй, доносчик. Никогда больше не доверяйте такому человеку. Б. Видите такое? Заходите в комментарии и возите негодяя лицом об стол. Вопрос этот касается далеко не меня одного. Полицеков много и будет больше. Все эти тупые обсуждения осложнят жизнь и им, и их родственникам, и адвокатам. Важное замечание номер два. Чуть ли не самая популярная реакция от тех, кто посчитал мой пост с критикой в свой адрес, выглядит так. Спорить в деталях с человеком, находящимся в тюрьме, да еще и в пыточных условиях, полностью изолированным от внешнего мира, я не буду. Все Навальный неправильно написал, но я не могу критиковать его, пока он сидит в тюрьме. Призываю абсолютно всех, давайте перестанем так рассуждать. Это глупости. В тюрьмах сидит полмиллиона человек. Их всех критиковать нельзя? И не все политзеки обязательно являются какими-то хорошими, святыми людьми. Само по себе сидение в тюрьме не делает никого лучше или хуже. Судить человека надо по его делам, а не по месту нахождения. Сидящим не нужно спорить только по всяческим тюремным темам, потому что вы ничего в них не понимаете, если сами не сидели. И даже если прочитали кучу книг об этом, и родственник ваш сидел, все равно не понимаете. В этом я на собственном примере убедился. Да и не надо вам в этом ничего понимать. Оно того не стоит. И самое важное. Вы же меня так самого главного лишаете и самого дорогого. Критики. Как мне иначе-то думать, работать и улучшать себя? Критика и конкуренция основа прогресса. Без них мне и ФБК никак. Например, я ругаю Алексея Венедиктова и продолжу это делать. Но объективно говоря, именно он оказал мне и ФБК самую ценную услугу за последний год. Он опубликовал известное письмо Леонида Волкова. Спровоцировал огромную волну критики. Была важнейшая дискуссия. И вообще, и внутри ФБК. Мы были вынуждены справляться с кризисом. Леонид ушел в отставку с поста главы международного ФБК. Мы изменили некоторые наши внутренние процедуры. Мы думали, как исправить проблему. И исправили ее. Леонид очень подробно и публично объяснял свои действия. Я об этом тоже делал заявление. ФБК получил критический опыт, исправил ошибки и стал лучше. Волков отреагировал, как ответственный политик. Исправил ошибку и стал лучше. Сейчас он очень успешно работает над важнейшим проектом. Я тоже тогда получил свою долю критики и навсегда учту этот опыт в своей работе. Вы, в свою очередь, тоже получили полезные знания. Увидели, как ФБК справляется с кризисной ситуацией. Исправляет ли ошибку? Действует ли ответственно? Теперь вы имеете большее представление о том, чего от нас ожидать и как мы будем действовать, в том числе и оказавшись во власти. Вы можете сравнить наше поведение в кризисной ситуации с поведением других политиков и политических организаций. Критика и конкуренция оказались полезны всем. В ситуации с моим постом программным то же самое. Я нуждаюсь в вашем мнении. Если вы согласны, это важно, я это отмечу. Если не согласны, я либо опровергну ваши аргументы, либо соглашусь с ними. Знаете, для меня давно фраза «Оппозиция снова ругается» — маркер идиота. Это политические дебаты, даже если они в Твиттере или в комментах Фейсбука. Без них нет жизни и нет прогресса. Если вам хочется, чтобы люди с разными точками зрения не спорили между собой, то вам в Единую Россию или в КПСС. Так что критикуйте меня, пожалуйста, если не согласны. Я без этого никуда. Субтитры создавал DimaTorzok